Вот я вчера пошел со своим другом гулять вечером. Я хожу утром сам, а вечером мы ходим со своим другом, у которого большое количество недвижимости, и его побило очень сильно. Он потерял несколько очень сильных клиентов. Просто вам расскажу, как устроена коммерческая недвижимость. И по сути дела, если кто-то посмотрит, то в Украине вы увидите, или из России, вы увидите, что огромное количество помещений сейчас выставлено на аренду, на продажу. По одной простой причине, потому что бизнеса не могут выдерживать. А, первое, не зарабатывают деньги. Я думаю, что это будет первая самая большая проблема. То есть, если сейчас еще где-то государство попытается как-то помочь или еще что-то, то я думаю, через полгода ситуация ухудшится. Почему? Новые не успеют зайти, потому что новые не будут так быстро зарабатывать деньги. Они не смогут платить столько денег, сколько платили старые. Коммерческая недвижимость, она просчитывается абсолютно по-другому, чем стоит, например, квадратный метр обыкновенной недвижимости, там, в новострое или еще где-то. Что это значит? Как оценивается коммерческая недвижимость? В коммерческой недвижимости есть, так называемые, мультипликаторы. Что это значит? Например, если коммерческая недвижимость, к примеру, дает 10 тысяч долларов в год, образно, то такая коммерческая недвижимость должна, к примеру, стоит порядка 100 тысяч долларов. В Америке мультипликатор очень низкий, в Америке приблизительно где-то 6 процентов годовых, 5 процентов годовых, 6 процентов годовых дает недвижимость. То есть, что это значит? То есть, вы приблизительно должны умножать на 15. Что это значит? Если коммерческая недвижимость дает 100 тысяч долларов в год, то вы умножаете на 15 и получаете полтора миллиона долларов, столько, сколько должна стоить эта конкретная недвижимость, да? То есть, приблизительно 15 раз на доход. То есть, 6 процентов годовых. Это очень неплохие цифры. Но Но сейчас что получается, что большое количество именно бизнесов они не могут платить. Раз. Второе. Выгнать ты их не можешь, потому что государство им дало возможность быть в бизнесе. То есть ты теряешь второй раз. Третий раз. Ты продолжаешь платить налоги на землю, которые в Америке никто никогда не отменял. Что это значит? Это значит, что если у тебя, например, энное количество недвижимости, ты можешь получить серьезную просадку в районе 50%. И у кого действительно есть коммерческая недвижимость, тот меня поддержит плюсиками, потому что это действительно правдивая ситуация. Что это значит? Это значит, что коммерческая недвижимость будет дальше в моменте падать в цене. Но очень много спекуляций есть на ту тему, что, по сути дела, когда у нас начинается очень сильная инфляция, а скорее всего мы получим очень сильную инфляцию, потому что денег было вбухано очень много. Очень многие смотрят на рынок и говорят, ну где же эта инфляция, посмотрите на рынок. Рынок не есть репрезентация экономики. То есть если вы откроете книги по экономике, то вы увидите, что рынок это не есть экономика. Это две абсолютно разные вещи. Поэтому я думаю, что коммерческая недвижимость в моменте очень сильно пострадает. Единственное, те, у которых большой запас прочности смогут действительно высидеть. То есть у кого большой запас прочности, смогут действительно высидеть. У меня есть коммерческая недвижимость. Мне повезло, наверное, скорее всего больше, чем другим, потому что когда я покупал коммерческую недвижимость, у меня были определенные вещи. То есть я никогда не давал коммерческую недвижимость, не сдавал бизнесам, которые, ну ни шапка, ни валка. То есть если я вижу, что компания там новая, молодая и все остальное, я никогда им не сдам в аренду. Я лучше сдам в аренду чуть-чуть подешевле, но сдам в аренду компании, например, которая очень солидная. Или я очень люблю магазины, которые занимаются едой. Почему? Потому что еда всегда в тренде. То есть у меня есть коммерческая недвижимость и обязательно нейтив. То есть что я всегда покупаю коммерческую недвижимость только в тех районах, я имею в виду в Америке, где по-простому присутствует нейтив. То есть люди, например, только русские районы. То есть только русский район. Почему? Потому что русские всегда ходят к русским. И у меня есть, например, коммерческая недвижимость, где есть магазины по продаже продуктов, они продолжают работать, их никто никогда не закрывал. И у них как бы все нормально, у них разрывает еду, они платят аренду, вообще никаких проблем нет. У моего товарища была аренда под ресторан, и его просто похоронили. То есть рестораны полностью закрыты, выгнать ты их не можешь, потому что выгонять ты можешь их только через суд. Это значит, что ты потеряешь 5-6 месяцев аренды. Так как доходность очень низкая, очень низкая, 6-7% годовых, это значит, что ты можешь потерять трехгодичные заработки. В прямом смысле слова. Почему? Потому что ты несешь все те же, абсолютно те же самые расходы, а денег ты не получаешь. То есть, по сути дела, вот это и будет основной проблемой, которая по-простому затянет недвижимость. Дальше. Если вы посмотрите большое количество компаний, которые платят дивиденды, это РИЦИ, то есть это, будем говорить так, ETF на недвижимость. А там одна большая проблема. Большое количество именно таких ETF на недвижимость, они владеют очень большим количеством ритейла сектора. Например, если это медицина, то это очень хорошо, потому что медицина, она продолжает быть, госпиталя продолжают работать, там все абсолютно нормально. Но если это ETF, например, на молы, то есть на торговые центры, им пиздец. Потому что, просто вам расскажу одну вещь. Я всегда думаю не по книжному варианту. Если Миша, будем говорить так, он умный книжно, то я умный улично. Я так называемый уличный прожженный боец, знаете, как в Одессе говорили, крым-рым и нарым. То я всегда смотрю с точки зрения именно уличных. Я не книжный человек, я не учился по книжкам, я не умный книжка. Так вот, просто рассказываю ситуацию вчера. Значит, смотрите внимательно. Значит, прихожу я вчера к своему парикмахеру. Парикмахер мой меня стрижет, естественно, просто как друга. Почему? Потому что парикмахерские закрыты до 22-го числа. Он мне вчера говорит, Саша, вот смотри, какая ситуация. Значит, первое, бриться нельзя, а я очень люблю опасное бритье. И второе, ты не имеешь права пользоваться феном. Что это значит? Это значит, что женщина не может элементарно пойти и сделать себе укладку. Потому что феном запрещено пользоваться по одной простой причине. Потому что якобы ты феном распространяешь бактерии. То есть это значит одну вещь, что у него будут доходы падать. Дальше, следующая проблема. Просто, чтобы вы понимали, бюджет штата Нью-Йорк на 48% состоит из налога на землю. Что это значит? Это значит, что даже если мой барбер, Рома, мой парикмахер, пойдет к своему арендателю и скажет, Слушай, там, Коля, понизь мне аренду, тот скажет, я тебе аренду не могу понизить, потому что я плачу налоги на землю. А налог на землю все четко приходит, как положено, надо платить, но это пришла цифра, ты обязан ее платить. У меня тоже дом, если, например, сказали, что ты можешь не платить, например, ипотеху, но ты обязан платить налоги. То есть, что это значит? Это показывает тому, что мы обязательно получим перекос, мы обязательно получим перекос. Но рынок, рынок абсолютно не реагирует, абсолютно не реагирует на то, что происходит вокруг.